Привет всем, с вами Ирокес и на тестовых серверах PlayerUnknown's Battlegrounds вышло обновление, которое несет в себе очень много контента. Это новое оружие, новый транспорт и, что самое интересное, новая возможность создавать кастомные игры абсолютно любому пользователю. Естественно, это перейдет на основные сервера, как только разработчики убедятся в стабильности сборки, но обычно это происходит за 1-2 дня. Так что давайте я расскажу вам все подробности обновления по порядку после небольшой рекламы. А по промокоду Ирокес вы получите бонус до 6500 рублей к первому депозиту. Ссылка в описании. Начнем с наиболее интересного, это новое оружие к ЮБУ. Оно эксклюзивно для карты Санок, это полуавтоматическая винтовка калибра 5.56, заменяет собой мини-14 и подробный ролик с описанием всех характеристик, с полным обзором, сравнением и выводами. Вы могли видеть ранее на моем канале, если не смотрели, сейчас будет подсказка, также будет ссылка в описании, обязательно гляньте, пушка просто отличная. Следующее нововведение, это новый транспорт пикап под названием Ронни. Разработчики указали, что этот автомобиль от производителя, который принес нам Мирада, тот самый маслкар на карте Мирамар. Подробный ролик об этом транспорте я тоже делал на канале, опять же ссылка, подсказка, можете посмотреть, потому что тоже транспорт заслуживает внимания и там еще есть некоторые новые транспорты, которые должны выйти на карте Санок, но пока разработчики их не анонсировали. Ну и жемчужина данного обновления, это кастомные матчи абсолютно для всех игроков. Теперь каждый желающий сможет создать свою кастомку, естественно есть небольшие ограничения, но тем не менее, раньше это не мог делать практически никто, только партнеры PUBG, теперь могут делать практически все, главное, чтобы сервера не были перегружены. Разработчики отметили некоторые правила, которые нужно учитывать при создании кастомных серверов. Количество одновременно созданных пользовательских игр ограничено, то есть если большое количество игр уже создали другие игроки, то вы какое-то время не сможете этого сделать. Для начала матча требуется не менее двух игроков, если вы хотите что-либо потестить в соло, у вас это, к сожалению, не получится, вам нужен еще какой-нибудь друг. И вы можете держать игру созданной в течение двух часов, после чего она просто удалится, ну либо вы будете вынуждены ее стартануть. Также было указано, что пользовательская функция просмотра игр временно отключена. Эта функция будет вновь открыта после работ по техническому обслуживанию, ну видимо как-то конфликтует с новой системой кастомок. Но давайте я покажу вам, как именно это выглядит непосредственно в самой игре. Мы видим, что в главном меню, там где обычно пользовательские матчи, теперь еще есть пометка Open Beta. И если вы нажмете туда, то вам откроется новый интерфейс. Здесь все кастомные игры уже разделены по режимам, и если вы хотите подключиться в определенный из них, то нужно просто нажать на соответствующий. Имеются обычный режим, но это просто классические игры. Зомби режим, тоже думаю все знаете, что это такое. Вармод, тот самый дезматч, и режим киберспорта. Это игры, полностью соответствующие правилам PGI 2018. Нажимая на любой из них, вам открывается список созданных нынче кастомок, и вы можете выбрать абсолютно любую и присоединиться к ней. Естественно, тут также есть различные фильтры, различные вариации поиска. Все также сохранилось, как и было до этого. Просто интерфейс был немного обновлен. Но если же вы все-таки хотите создать свою кастомку, то для этого есть специальная кнопка в левом нижнем углу. Вы нажимаете на нее, и вам открывается режим создания кастомной игры. Первое, что мы видим, это ее имя. Дальше есть замочек, если вы хотите сделать игру запароленную. Естественно, если вы его нажмете, то сразу же появляется меню ввода пароля, но нам сейчас это не нужно. Дальше вы выбираете любой из режимов, и справа есть небольшое количество настроек. Это выбор карты, выбор режима, первое лицо или третье количество игроков, количество членов команды от 1 до 10, и что интересно, это вариант погоды, которых довольно-таки много. Доступны солнечное, дождливое, ясное, закат и туман. Ну и чтобы завершить, нужно просто нажать кнопку создать, и все, ваша кастомка появится. Единственный момент, что сейчас сервера перегружены, и я не смог ее создать. Далее вы ждете пока к вам кто-либо присоединится, и сразу же начинаете матч. Кстати, настройки можно менять уже непосредственно в этом меню. И здесь, если вы откроете настройки матча, то будет гораздо больше возможностей. Во вкладке правила здесь вы можете выставить очень много всего, начиная от времени кругов, заканчивая красными зонами, их просто выключить. И даже есть возможность увеличить периодичность аирдропа, а также есть доступность аирдропа с сигнальной ракетой. Помимо этого, можно откалибровать спаун предметов на карте, одни можно убрать, другие можно поставить с увеличенным шансом, максимально это x3, и так для любого предмета, который есть в игре. Так что кастомку можно настроить невероятно точно, и все, чего вы хотите от нее, вы сможете добиться. Ну и в принципе все. Обычно через несколько часов после анонса обновления разработчики рассказывают, когда она перейдет на тестовые сервера. Как только эта информация появится, я напишу ее в первом комментарии под видео, либо в описании, можете периодически чекать. Ну а на этом все. Если видео вам понравилось, вы можете поставить лайк и подписаться на канал. Также напишите в комментариях, как вам новое оружие, как вам новый транспорт, ну и конечно же, как вам появившаяся возможность создавать кастомные сервера, тренироваться или играть с друзьями и просто веселиться. По-моему, это очень круто. Ну и до новых встреч! А следующее видео уже совсем скоро. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!